Итак, мы снова с вами. Меня зовут Малеева Елена Алексеевна, и я работаю в Саха-Корейской школе города Якутска. Как я уже говорила, мы будем подробно разбирать первое задание ОГЭ по русскому языку сжатое изложение. В письменной части ОГЭ 2020 года по русскому языку в первом задании требуется написать краткое изложение, дважды прослушав аудиозапись исходного текста. Обращаю ваше внимание, что текст читается только два раза. Поскольку для многих ребят это задание очень сложное и становится, не становится проще год от года, я бы хотела предложить вам некоторые наработки, которые помогут, возможно, и ребятам, и их родителям подготовиться достойно к экзамену. Посмотрим на формулировку задания. Оно стандартное. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объем изложения не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно. Аккуратно. На это мы тоже обращаем серьезное внимание. Вот теперь мы очень подробно знакомимся с критериями оценивания задания первого. Обратите внимание, что экзамен, ваша работа оценивается по трем критериям. Это содержание изложения, это сжатие исходного текста, это смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Мы будем стремиться к высшим баллам. А для этого нужно точно передать основное содержание прослушанного текста, отразив все важные микротемы. И тогда мы получим два балла, как вы видите, за первый критерий. Наша работа должна характеризоваться смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью. И если мы не допустим логических ошибок, не нарушим абзацное членение текста, мы также получим два балла. Самый большой балл мы можем получить за критерий второй. Он дает нам возможность получить целых три балла, если экзаменуемый применил один или несколько приемов сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста. Обратите внимание, что в первом и третьих критериях оценки сжатого изложения ОГЭ по русскому языку предполагается отражение в работе всех основных микротем прослушанного в аудиозаписи текста. В задании первом вам требуется написать сжатое изложение, сохранив авторские микротемы. Давайте вспомним, что такое микротема. Микротема – это содержание нескольких самостоятельных предложений текста, связанных одной мыслью – абзац. Я бы сказала, что это основная часть общей темы текста, и мы говорим условно, ее можно назвать главной мыслью – абзац. Второй критерий нацеливает нас на то, что важно не забыть использовать способы сжатия текста, нельзя записывать каждое слово, если экзаменуемый не использовал приемов сжатия, то за такую работу он получит 0 баллов. Мы, как я уже говорила, стремимся к высшему баллу – к 7. Больше количества из них, как я уже сказала, нам приносит второй критерий – сжатие исходного текста. Так что же такое сжатый текст? Я не буду говорить долго, а приведу вам пример. Итак, начнем. Мы не будем говорить научными фразами, а займемся сжатием, вернее, выжиманием апельсина. Мы хотим приготовить замечательный, свежевыжатый апельсиновый сок. Берем самый большой, самый спелый апельсин. Чтобы получить из него натуральный сок, мы отделяем кожуру, избавляемся от толстой кожуры и, конечно же, от мякоти, от косточек. И вот наш сок уже готов. Конечно, наверное, кто-то скажет, но при чем тут сок и сжатое изложение. А сейчас все поймете сами. Изложение у нас какое? Сжатое. А сок у нас какой? Свежевыжатый. Видите сходство? Эти слова однокоренные. Этот наглядный пример с соком и объясняет вам, что такое сжатое изложение. Итак, чтобы сжать, то есть получить сок, нужно обработать, обработать прослушанный текст, а именно убрать все лишнее, подробности, детали. В апельсине это корка, косточки, мякоть. И оставить только самое главное, важное, суть, то есть сок. Ведь именно из него и состоит апельсин. Ну, если кому-то непонятно, тогда прочитайте научное определение. Сжатое изложение – это обработанный пересказ прослушанного или прочитанного текста, при котором максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию. Ну вот, что такое сжатое изложение, мы, пожалуй, разобрались. Теперь нам нужно выяснить, какими способами можно сжать текст. Известны следующие способы сжатия. Это исключение, обобщение, замена или иногда говорят упрощение. Итак, способ первый – исключение. Начнем с исключения. Мне бы хотелось начать сразу с примера. Вы видите два предложения до сжатия и после него. Обратите внимание, мы исключаем один или несколько синонимов в ряду однородных членов, сохраняем тот из синонимов, который обладает наибольшей емкостью. В данном случае это слово «приветливое» и у нас получается очень короткое, но вполне понятное и емкое предложение. У каждого человека, заходившего в комнату, к малышам на лице появилась приветливая улыбка. Следующий пример. Мы удаляем, исключаем из текста, поясняющие конструкции. Например, ряд однородных членов при обобщающем слове или ряд простых предложений в составе бессоюзного сложного, поясняющих содержание первого предложения. И вы видите до сжатия, какое у нас предложение. Тут и немецкий, французский, итальянский, молдавский. А после сжатия мы заменяем его просто словом разной языки. Исключение предполагает несколько, так сказать, несколько разных способов. Мы можем с вами исключить вводные слова, однородные члены, повторы и так далее. Много вы их видите, но я бы хотела обратить ваше внимание на последнее. Нужно помнить, что мы можем исключить только те слова или предложения, которые могут быть удалены без ущерба для содержания. Следующий вид – это обобщение. Обратите внимание, тут тоже мы говорим с вами о том, что мы обобщаем ряды предложений, связанные входной мыслью, части предложений, конкретно единичные факты, события, явления. Вообще все способы сжатия, они между собой взаимосвязаны. Посмотрим на примере. До сжатия я выделила большую часть предложения черным цветом и показала вам, посмотрите, какое оно большое, объемное, и что случилось с ним после сжатия. Кто-то перечитывает любимые с детства жюльверновские романы, кто-то проводит много времени на реке или в лесу. Основное занятие подростков, спортивные игры и соревнования, самым запоминающимся событием был прошлогодний велокросс. А что мы видим в зависимости от вкусов и привычек, свой досуг, то есть мы сжали, максимально сжали этот текст. Замена упрощения. Замена предполагает замену однородных членов обобщающим словом, сложного предложения простым, части предложений или ряда предложений, общим понятием или выражением. И прямую речь косвенной, вообще прямой речи в сжатом тексте не должно быть, части предложений, местонимением и так далее. Опять же обратимся к примеру. До сжатия небольшое помещение на втором этаже занимает фирма, которая предлагает своим клиентам туры по всем континентам и странам. А после сжатия, мы говорим с вами совсем уже коротко, небольшое помещение на втором этаже занимает туристическая фирма. Объединяем все слова обобщающим. До сжатия. Когда читаешь дневник Никитина, то чувствуешь его беспредельную любовь к родине, а после сжатия, читая дневник Никитина, чувствуешь его беспредельную любовь к родине. Хочу обратить ваше внимание, что вы четко должны представлять, каков перед вами тип речи текста. Если тип речи, описание, то нельзя сокращать признаки, характеризующие предмет. Можно сжать средства описание. Если тип речи, повесование, то действия, передающие развитие сюжета, следует сохранить, а сократить детали описания, подробности. Если тип речи, рассуждение, то аргументы сокращать нельзя. Можно опустить только примеры. Итак, подведем промежуточный итог. Работая над сжатием текста, мы должны помнить, что нам необходимо знать все приемы сжатия текста, вычленять микротемы, передавать их основную суть и последовательно излагать свои мысли. Спасибо за внимание.